Всем привет, с вами Тед, и сегодня вы узнаете, как играть за Протаса против Терана в StarCraft 2. Поехали, поехали, поехали. Начало, собственно, я проматываю, то есть здесь будет моё стандартное открытие. Зилот бежит напрягать Терана. Этот Теран со мной уже попадался, он уже знает моё открытие. Поэтому наставил Рипера здесь, и Зилот, в принципе, выступил в качестве разведки. Так, прибежал, убил буквально одну СЦВ-шку, и, собственно, всё. И там, работа Зилота закончила. И так как этот Теран уже со мной играл, и он играл достаточно стабильно, аккуратно, мне нужно было придумать, как можно ещё сыграть против Терана, чтобы... Напрячь его, чтобы напрячь, чтобы не затягивать эту игру в очень глубокую перспективу, чтобы где-то как-то в мидгейме на него напасть. Потому что в прошлой игре у меня это не получилось, у нас всё затянулось в сумасшедшую очень игру. Вот, но мне хотелось как-то напасть пораньше. Поэтому мы делаем Робо для безопасности, как всегда мы делаем, собственно, гейт. Ставим пилоны, чтобы защищаться, и я включаю дальше обзор от себя. Да, то есть дальше мы будем знать только, что делаю я. И вот он, вот он начинается, собственно, билд. Да, мы делаем два газа. Два газа в 3.40. Это очень важно на второй базе, чтобы пораньше его начать добывать. И поэтому же почти таймингов. 3.45. Тайм, твайлайт и форж. То есть сумеречный совет и оружейную. Вот. Первый обсервуер у нас всегда летит. Разведать, разведать, что происходит. Второй обсервуер летит. Смотреть, чтобы к нам не залетел никакой страшный дроп. Здесь у нас сталкеры ждут, собственно, дропмин с этого угла. И это отличная видимость. То есть очень важно противоперно создать себе круг обзора вокруг своих баз. А там, где у вас обзора нету, то есть вот здесь, понимаете, у меня обзора никакого нету. Здесь у меня стоят юниты. Они готовы встречать дропы отсюда. Прилетает, собственно, обсервер. Видит, что перелетает уже Factory Starport. И когда эти здания перелетают, нужно уже понимать, что они что-то свое отстроили. Что он мог отстроить? Обычно это дропмин, конечно же. Поэтому все внимание всегда сразу же идет на мини-карту. И второй обсервуер дополняет это поле зрения. То есть здесь он будет у нас смотреть, смотреть, что происходит. Делаем чарж и броню. Чарж и броня это крутые апгрейды. Эти апгрейды помогают вашим зилам реализовываться. Именно когда вы играете в состав армии с зилками и морталами. Вот. И чтобы дополнить этот состав, я вот как раз таки придумал добавить Templar архивы. Сейчас вы все, собственно, и увидите. Вот. Смотрим. Значит, я вижу на мини-карте, благодаря этому обсерверу, что прилетает Medivac. Ну, естественно, сразу же начинаю смещаться сталкерами. И так как сейчас модно делать невидимые минки, в принципе, можно было их проигнорить. Обсервера вернуть домой. Но я хочу, чтобы обсерверы оставались на своих местах. Я ставлю сталкеров безопасно. То есть их можно было отправить сюда. Но тогда есть шанс, что Medivac, например, вот так вот обогнет и долетит быстро до нашей второй базы. Поэтому я достаточно безопасно оставляю сталкеров в минеральной линии. Не пускаю этот Medivac. Просто показываю ему, что я готов. Я тебя здесь жду. Не пытайся даже прилететь. Когда он улетает, я расставляю уже сталкеров по уголкам. Вылетает призма. Опять же, обсерверы видят, что здесь Medivac нет. А он улетел вот сюда. Да, вот, достаточно спрятался неплохо. Поэтому я обсервером здесь проверяю. Ставлю его чуть поближе на всякий случай. И дальше у нас следующий план. Видите, призма улетает сразу. Призма сразу улетает. Я нахожу Medivac. И пока призма улетает, защита уже на базе. На базах становится меньше. Ставлю фотонку в минеральную линию. Это поможет, конечно, защищаться от этих дропов. Вижу, куда дроп летит. И иду, иду его крушить. Тем временем, варпают двух штормовиков призму. И они сидят в призме и копят энергию. Здесь, конечно же, мне фотонка очень помогает защититься. Как видите, юниты процесса не мобильные с этим билдом. И у нас всегда выбор. Либо оставаться дома юнитами. Либо поставить дома небольшую статическую защиту. От мин, которых мы знаем, что уже есть. И тогда можно побегать за Medivac. Вот так у нас и получилось. Medivac отлично отбился. Почти доделывается броня. Доделывается чаш. И все бусты идут в шторм. Шторм достаточно быстро учится, если кидать в него бусты. Меньше, чем за минуту. Поэтому как раз-таки за минуту плюс-минус выучится. И не выучится, а наполнится энергией штормовиков нашей. Третья база. Спокойно ее занимаем. Пока что, что делает террин, мы точно не знаем. Потому что он убил нам обсервера. И нужно уже узнавать. Нужно уже узнавать. Поэтому два зелка идут в призму. Почти доделывается шторм. Доделывается броня. И вот она. Вот она. Просто крутейшая атака против террина. Обязательно попробуйте ее использовать на ладере. Прям обязательно. Смотрите. До седьмой минуты мы просто-напросто закидываем сюда призму. Выкидываем из нее зелков. И показываем террину, что смотри, смотри. У нас зелки. Да, я пришел тебя харасить зелками. Обязательно до варп еще зелков идет. И все они с чажем и броней. Это дает им возможность сражаться с пехотой. То есть это прикольная опция такая, какую вы можете сделать для хараса. И террин в принципе обычно может среагировать уводом рабочих всех. То есть он такой. А, окей. Ты здесь. У нас зелков сделал. Тогда я убегаю. Вот если он убегает, тогда вы быстро сворачиваете призму и штормовиков тащите вот сюда. Потому что куда он убежит рабочими? Он убежит на другую минеральную линию. Обычно так убегают. И они все здесь в огромной куче будут стоять. И вы просто сюда дропаете штормовиков и начинаете штормить. Но посмотрите просто какие штормы. Какие штормы в минеральную линию идут. Просто испепеление. Испепеление рабочих. Все взрывается. Вот. У рабочих явно плохая погода была. Просто взорвали всю минеральную линию. Предлагаю еще раз это посмотреть. Как это выглядело со стороны террина. Вот. Смотрите. Вот он здесь. Видит, видит. И тут он понимает, что просто минеральная линия взрывается. Два шторма в минеральную линию. Это была катастрофа. Катастрофа. И с этих штормов мы вышли в плюс. Плюс 20 рабочих. То есть это катастрофическое преимущество. И конечно же сейчас террин пойдет нас наказывать. Он пойдет в контратаку. Поэтому я сразу же разбиваю эти камни. Ребята, классный маневр очень. И если вы знаете, что террин пойдет на вас в контратаку, тогда не стоит занимать газы на третьей базе. Не спешите их занимать. Потому что вам нужны будут все минералы на батарейки, на зелков и прочее, прочее, прочее. Я доварпал еще двух штормовиков. И, собственно, сейчас я вам покажу, зачем я убил эти газы, да. Смотрите на террина. Он идет к нам. И какой его план? Поставить сюда танки, чтобы мои юниты очень долго оббегали и не могли просто добраться нормально до танков. То есть это классный маневр был бы, если бы я не был Тедом-стратегом и заранее не простратежил, что убить камни это выигрышная, собственно, стратегия. Вот. Так как он ко мне пока что не пришел, я что-то решил поставить газы. Это, конечно же, ошибка катастрофическая. То, что сейчас я пропускаю из-за этого один варп. И он ко мне уже приходит. Я понимаю, что у меня очень мало, очень мало войск. Ну и вы понимаете, что эта армия сумасшедшая, два танка. Конечно, я успел разбить камни. Мне будет немножко легче, ребята. Но гайд здесь, конечно же, был про дроп штормов. Поэтому давайте вот прямо сейчас в комменты пишите, можно ли вот этой вот армии отбиться от вот этой огромной армии террина, да. Три танка, рейвен, ну то есть сумасшедшая армия просто. Давайте сразу все в комменты. А пока вы пишите в комменты, можно ли отбиться от этого сталкерами с парой имморталов, да. То есть сталкеры, на самом деле, бесполезные юниты. Я вам расскажу, что кто не знает мой опенинг, который вначале я показывал здесь, да, типа с этим зелком, со всем этим. Это крутейший опенинг. Обязательно посмотрите в предложке. И в первом комменте закрепленном и в описании ссылки на видосы, где я показываю, рассказываю, как сделать этот опенинг, собственно, как он работает, все вот эти вот штуки. Обязательно посмотрите эти видосы. Вот. А пока переходим к бою. Начинается бой, он выводит немножко мариков вперед, обезвреживает призму. Я понимаю, что призма не будет работать в ближайшее время. Как я говорил, что у меня войско может казаться большим, но оно бесполезное, оно не работает. Он полностью обезвредил мне призму. Он у меня уже начинает крушить Нексус. Я жду до варпа. Идет, идет просто сумасшедшая, сумасшедшая война. Но! Но посмотрите, все-таки дропаются штормовики. Призма отошла. Он хочет ее обезвредить еще раз. В рейвены кидается. В рейвены кидается просто-напросто. Взрыв маны он не может обезвредить. И долетает шторм. Долетает шторм. Все био уходит. Танки открытые. Сталкеры и имморталы разваливают террена в этой ситуации. Мы летим дальше. Мы летим дальше убивать. Все. Это вот такая вот защита от террена. У нас тотальное преимущество по экономике, по рабочим. И в принципе я иду в размен. Мне уже не жалко мою армию. Я проверяю, что нету третьей. Начинаю здесь меситься. И летим, летим, летим. Дропать шторм. Есть ли шторм? Первым. Нету шторма. Нету магии. Нету шторма. У второго. У третьего есть шторм. Шторм прилетает. И армия просто взрывается. Делаем двух архонов. Посмотрите, сколько живут архоны. Сколько живут архоны под терреном. У них очень много жизней, потому что протасы имба. Посмотрите, они выжили. Они еще бьют пехоту. И это, это ребята, мои уважаемые джи-джи. Это джи-джи. Это отличная игра. Это отличная стратегия. Надеюсь, вам все это понравилось. Удачи вам, побед на ладере. С вами был Тед. Всем пока. Да.